здравствуйте друзья совершенно очевидно что вы в самолете и у нас очень удобные места вы видите тут все так это ножки протягиваются даже вот мои например да вот у меня длинные и то там еще место бог знает сколько да она раскладывается можно сделать можно сделать кровать даже вот так садишься в кресло тебе водичка вот стоит и вот тут свет зажигается всегда вот сейчас делала что-то у меня кресло двигалось до ночи ты кнопки трогала вот она показана ой-ой-ой поехал 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 раскладываться так возвращаемся обратно до двигается все короче здесь довольно прикольно так я читаю вот с этим не разобрался еще ну мы только сели сейчас будем разбираться вот тут такой пульт управления интересный можно спинку можно спинку даже ведь так вот здесь вот подкручивать плюс минус и так далее нам сходу выдали что там эти пульта из пульт управления нам сходу выдали такой наборчик это открою наборчик вот один мне один свете в наборчике у нас есть маска для глаз давай что там еще есть да но это вот так можно вынуть такие носочки чтобы ножкам было ходить удобно без обуви но не босиком это это немножко косметики этот для рук для лица да и даже once again ladies and I'm really like to walk you on board your blue area site number 578 now departing for non-stop service to Fort Lauderdale my name is Nick it's my pleasure to introduce the remainder of your in-flight crew for today's flight we have Ryan on the front of the aircraft the middle and Alex is at the back as a surprise as a surprise as I said it is for our over to party to party to party as always your safety is our priority so we appreciate a few minutes of your attention while we demonstrate the same не знаю друзья заметно ли вам но вот перед нами человек вот его сиденье там просто один вот у нас место на двоих а у него на одного цвет вот и билеты покупала почем вот такое место как один сидит а это неважно место как билет он и есть билет не понял то есть ехать сидеть вдвоем и сидеть одному одинаково стоит ну это покупаешь это первый класс просто и все ну как же а сидишь ну если ты сидишь 50 и один летишь то зачем тебе сидеть с кем-то нет все понятно а если ты сидишь вдвоем так но я тебе говорю нет разницы никакой даже так да ты уже потом выбираешь пусть то как ты оплатил билеты выбираешь на сиденье здесь и ты едешь летишь один так и тебе не нужен не хочет и вдвоем так и вдвоем понял хорошо время перекуса друзья вот так перекусывают немного но симпатично скажи свет вот не кажется странным такой вот полет вперед как бы совершили то есть мы конечно в комфортном условии все но вы вылетели в полдесятого три часа разницы чтобы летим в сторону фориды еще шесть часов там у нас полет получается что весь день грохнулся мы вышли из дома в 8 утра а сейчас прилетим на место где мы там проживаем может все мире тоже 8 как бы не было целого дня зато когда ты обратно полетишь ты вернешь это все ты вылетишь 9 утра плетишь двенадцать то есть но это не надо говорить инвестиции потому что получишь обратно ровно столько сколько положил а мин а 6 часов на перелет друзья никуда уже не делал но надо сказать что вы улетали из дождя проливного правда из проливного дождя а сейчас прилетим не знаю тут уже темнее да хорошая погода но мы увидим когда будем в аэропорту а пока что вот будет фактически сейчас идем на посадку светлана смотрит какой-то ужастик как-то там тоже там с волшебниками с палочками довольно занятная на самом деле довольно чертовщина чертовщина такая надо сказать что аэропорт форт лаудердель очень симпатичный это конкретно вот то место где багаж выдают но и повыше там и пониже и такое как бы все новенькое не сказать не заполнены людьми как сельди в бочке так все доступно и кофеек и покушать и в общем все очень-очень хорошо посмотрим что дальше будет вот вы видите друзья темень какая сейчас день с пол седьмого на свет сколько у тебя на часах мы взяли кубер и едем к месту же в город называется холандели пич ну что же друзья давайте посмотрим на квартиру которую мы сняли квартирка в большом доме тут 21 22 этажа и некоторые квартиры просто люди живут владельцы некоторые квартиры сдаются как бы таким гостиничным хозяйством там есть у них консьерж там все что положено а некоторые квартиры сдаются владельцами то есть они не сами живут а сдают то есть так тоже бывает это какая форма распространена вот мы взяли на airbnb эту квартиру у владельца соответственно ну вот вы видите что получается сейчас нам света может быть расскажет но кухонька тут есть для нас кухонька важно довольно большая такая комната living room довольно большой давайте я что сделаю давайте я выйду на улицу сейчас правда уже темно но тем не менее давайте посмотрим обещан был хороший вид так давайте поглядим седьмой этаж под ногу о как моете тут канал какой-то идет видеть водичка тут я не знаю вам видно нет вот отражается не видно да вот стоят дома вдоль канала все-таки курорты и резорты так ну я не знаю насколько вам как бы это кажется сильно красивым или нет ну то что у нас под окном тут еще спальня из почти в спальню дальше балкон довольно большой балкон можно даже лоджии было бы назвать вот так довольно большой но в метра два ширину а в длину наверное раз два три 4 5 6 7 метров в длину так теперь мы отправляемся смотреть на спаленку значит мой комментарий вот потому что здесь происходит вот я считаю что пол мог бы быть чище то есть как бы я не припомню чтобы когда-нибудь жили в чем-то таком где вот пол вот такой вот карпит да ладно идем заходим вот тут еще есть комнатка так ну тут всякие удобства что тут нет ну это понятно это нам не нужно но она есть обогрев система обогревательная давайте начнем слева довольно просторный санузел довольно просторный вот тут душ такой со стеклянной загородочкой плиточкой нет нет все-таки это плиточка это плиточка и запал точно такая же плиточка как там на стене просторно во всяком случае просторно идем дальше там сама спальня но прежде чем мы на спальню посмотрим тут у нас тут какая-то такая кладовочка коптерочка ведь тут запасная подушка там шкаф шкаф постельное белье лежит оно такое не крахмаленное но видимо постиранное так лежит слушай света тут что-то такие предметы зонтики что-то что-то на пляж да нет это значит это крик для ребенка все-все-все-все это манеж 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 для ребенка там есть стульчики на пляж взять за тут входит шаттл чтобы пешком не ходить на пляж есть шаттл который возит тебя тут пылесос я думаю что пылесос но может быть и мы могли бы но в принципе обычно нанимается человек который убирает и когда вы на airbnb что-нибудь снимаете там всегда есть клининг фи то есть как бы жилец оплачивает что потом после него значит почистит но вообще я бы сказал что вот кровать встретил у нас в неприглядном виде то есть я бы ожидал кровать видеть застеленную то есть конечно там есть просто не лежат и наводочки лежат вот здесь подушки и одеяла лежат которые ждут что мы с ними поработаем вообще-то вообще-то я ожидал что это будет застелено тут и тут такое это что такое плед такой вообще довольно тепло я не знаю сколько тут официально у нас температура так пошли тоже выйдем на улицу здесь не споткнулся вот ага-га мы ближе оказались к каналу вот он тут совсем рядом вот тут какой-то мотыльчик у нас внизу ну вот вот так ну и конечно вот в ту сторону воду хорошо видно так вот видите широкий канал у кого лодочка есть у нас нет собственно нам и не надо мы не то что по любителю вот а вот там вода это уже не канал это уже по идее океан прямо хотя тут и такой рельефный берег по идее должен быть посмотрим завтра на свету будет лучше видно вот парковка здесь парковка что называется валет паркинг если вы берем машину то мы не можем сами завозить ее в гараж мы должны внизу там кого-то там есть валет паркинг сервис то есть мы отдаем кому-то они уезжают увозят машину и привозят они туда ставят и парковка автомобиля на сутки стоит что-нибудь 26 долларов но на месяц стоит 170 поэтому мы скажем в нашей ситуации когда мы на 10 дней приехали то нам дешевле взять месячный например будет дешевле чем платить посуточно светлана вышла полюбоваться внешним видом мы приехали в пуховых куртках но вот по улице ходить в общем то прохладно мы просто уезжали из ливня да и было рано утром и сказали слушай посмотри там какая-то квартира если ты можешь приблизишь как там красиво зайчик посмотри какая квартира красивая вон там это и камеры света мы можем очень неплохо приближать да я понял мне надо навести сейчас все увидим свечка скажи такую вещь на сколько стоит вот например наше жилище на 10 ночей сколько полторы тысячи еще немного еще что-то я рассказал про паркинг я рассказал все мы на пределе друзья мы на пределе что там нашей камеры нет просто это по-моему это не даже не квартира какая-то не знаю витрина что ли на квартиру это совсем не похоже я согласен с тобой на ну не похоже на куб на внутренность квартиры вот друзья камера sony друзья там 300 баксов а есть еще и подешевле и вот можно в темноте смесь как она в темно темноту вытаскивает это же просто обалдеть можно сказать что вид красивый если вот у тебя здесь гостиница под окном тут парковка вон там еще гостиница я именно это и хотела сказать что конечно красивый вид портится очень сильно вот этими нескорослыми строениями да ну мы на самом деле хотелось бы жить среди вот этих вот каменных гигантов светочка у них такой же точно вид я хочу что сказать мы мало будем находиться в этом помещении на самом деле довольно мало ну посмотрим с утра что будет надо сказать что светлана связалась тут же с владелицей у которой заказывала послал ей фотографии то сказала боже мой какой ужас бэй буквально через пять минут пришли вот люди два человека пришли в такой в униформе застелили все очень так вот как то так вот вы видите разницу то есть почему-то они это сделали ну вот не 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 дам не до 8 часов когда мы попали сюда вот после а так ну стало лучше намного я тут же оборудовал свой интернет и хотя по местному времени там уже часов 8 до наверно сейчас я гляну до и четверти 8 у нас все-таки на три часа меньше поэтому у нас что называется не в одном глазу мы сейчас еще пойдем погуляем у нас большие планы мы друзья пошли со светланой в такой супермаркет есть такая сеть вот тут на местность называется пабликс с иксом на конце пабликс супермаркет так и называется так сеть нам нужно бумагу салфе салфе ну как из колотенца мы поскольку не знаю что 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 поскольку мне не нужно это мы не будем не хочу то возьми себе я не я могу это очень сладко друзья это безумно вкусная штучка света сама такое делает с чем зелата в итоге с орешками с кокосом и бумажных полотенец и воды что нам еще но мы сейчас посмотрим местный ассортимент чего-то есть просто из любопытства как на экскурсию пришли то что нам можно кушать потому что у нас ассортимент тоже ограничен шпахнет жареной курицей кстати этот пабликс это типа нашего эсэйфверя я думал это будет типа 7-11 но нет нет это гораздо более навороченная сеть большая кулинария и они выпекают сами например говядину сделают печеную мы можем взять нарезку а ты не боишься что они что-нибудь добавить туда если вот не обваляли в муке было бы очень здорово вот а эти тоже стоят и тоже обваленные все обваленные косовое молочко свет для чего а ну ты будешь кофе пить а мы что-нибудь с него готовим хорошо а вот есть даже вот пожалуйста козье но мы обычно если козье брать молоко то мы берем просто в пакете а не в банке как-то все-таки в банке оно должно как-то консервироваться правда она же не может просто так хотя и в пакете она тут так просто не стоит как тебе свет вот первые впечатления скажем этот магазин сразу пабликс в сравнении с нашим сейфм ну тут немножко более разнообразно например смотри это макадемия до порез него молоко хочешь такой попробуй да давай вот видишь ансвитен то есть нормальная отлично от нас такого и не видела ну здесь какой-то другой ассортимент но надо сказать что здесь есть абсолютно все здоровые продукты при том что они как бы подороже может быть да тут вот я обычно смотрю сразу на молоко и на сливки тут тебе и если ты хочешь козье молоко ты хочешь еще быть или у тебя молока достаточно нет ну не надо уже столько да или макадемия не брать а взять козье возьмем незнакомую на бакадемию молоко и незнакомое покажем не пойдем так что света магазин в сравнении здесь ассортимент хороший очень при том что при том что зарплата здесь у людей намного ниже понимаешь чем скажем в кремниевой долине а цены да да на продукцию на такие же такие дороже даже то есть есть ну как дороже ученого купила цвета юнит прайс здесь даже но у нас просто так которая роста в магазине на 121 доллар но это дорогой магазине есть как бы гораздо меньше два раза меньше но не в дорогом так ну то есть вид может быть действительно подешевле что так а что мы хотим какой-то крупы мы хотели гречку взять но не гречка грязь и она есть только у них есть отдел рассыпных но нам гречка очень но но мы если был бы выбор гречка вот жареная и гречка сырая как у вас хотя у меня не в чем здесь ее готовить понимаешь а ее просто залью . вы все не работает люди вот у нас зрители пишут просто засыпал и все какие-то странные крупы но это группы в банке нет нет это хорошее это кино все органическое такая и сякая хорошее ну а что же в такой банке то мы обычно знаете там вот кускус мы обычно покупаем так мешочек засыпаешь из такого штуцера можно сказать я со светланой поделился мыслью об изобилии фруктов овощей и так далее и она говорит пойди посмотри нет ли там нашим китайской капусты она называется на по кепбич выгодь ее сейчас заквасим и я пошел спросить мужика такой не видно спросил работников работник не знаю что такое пошел спросил опытного работника опытный работник сказал а сказал он это на по кепбич да я вот так есть он говорит не будет тигеть не держим но вот света но он знал что это называется на по кепбич с гречкой у нас тоже облом выходит но здесь вообще отсутствует такая секция вот как мы привыкли во всех калифорнийских магазинах там подходишь и так лопаткой там или из такого ну штуцером не хочется называть но типа штуцер насыпаешь в пакетик вот здесь такого такой секции вообще нет с крупами вот крупы как такой класс специальный что-то не видать да я спросил я бы где они говорят гречку конкретно спросил мне работник это диван туда а там у них знаете сериал всякие продают в это не то друзья я хотел сказать что здесь в магазине много русской речи а я все думал может это насчет на меня коситься так типа узнает там я и даже не не поверю да а вот вдруг подходит человек говорит михал петрович туда-сюда вы тут живете да я живу здесь кончик давно живете за год где-то всего а где раньше жили россии ну где и расставайте дадим пропустим народ ярославля сильно на волге налоги как там простор вообще классно не скучаете по волге то бывает навещают когда хорошо а чего делаете угадайте ну софтвер тестирует правильно так но это не случайно в вашей жизни до произошло как каким образом вы стали тестировать собственно ну еще скажем так там как потом ярославля уже тестировали ну не только ярославля хорошо то есть а вы как green card выиграли ну а тут откуда вы узнали что есть на свете тестирование силикон валий а то есть вот и не просто так не просто ну ладно хорошо у нас будет следующую субботу будет парке в бока ратоне а вот двух часов там и до бесконечности вот если чего мы обязательно подъедем с точки зрения овощей вот я заметил какую-то разницу да нашли это мы хотели специи я хочу сказать что так вот миша спрашивайте у меня вопрос пока я все не прошла не увидела разница да не могу сказать не могу сказать значит во первых у них органических продуктов кот наплакал просто нет именно овощей нет нет курица органическая то есть от того чего у нас на валом и самое главное что овощей то есть просто тут настолько жалко же ничего нет ничего там не место просто не был наших магазинах но как это не полный ряда раз такое жахло и чухло и что нет родила по ассортименту 3 я нашла даже на пока пусты как нам сказали что они вообще не держит но тем не менее нашла одну один совсем один конечно нам это дым не но это что это на это вот играется то как она здесь выглядит чахло и жухло и такое все болтающие мы таких берем на неделе четыре штуки как минимум ну не таких а толстых а работник сказал что у нас их нет ну это это уже американские американские но зато просто капуста места чтобы капуста была понижнее она такая дубовая накорма кормовая она будет ферментироваться неделю и все оно все такое миша оно все какое-то я в личном состоянии то есть когда сразу посмотрели она все усохшая вообще то есть это может быть потому что уже 9 часов вечера нет не поэтому просто потому что они наверное это как бы не культивируется у нас ты заходишь в магазин там просто все то есть мы избалованы мы избалованы даже не понимаем ну давай возьмем специй я вам покажу друзья яблоки тут еще груши немножко гранаты а вот там яблоки яблоки но наверное у нас побольше там в калифорнии вот я иногда насчитываю но вот не в сейфвеев мы сравниваем этот магазин с сейфвеев но вот есть магазины такие более фруктово овощные специализированы там может быть там 30 даже 40 сортов яблоки но с другой стороны я хочу сказать вот то что мы здесь видим более чем достаточно но я не знаю куда больше да эти вот похожи на джинатан который в ссср был привозили из венгрии не то что в ссср но в москве был они были дорогие но люди приезжали в москву из разных мест и покупали вот эти венгерские яблоки они были дефицитом сеть почем были яблоки джинатан ты не помнишь москве рубля полтора рубля это были жуткие деньги вот видите друзья сколько всего тут получилось это называется люди приехали отдыхать света мы хорошо будем отдыхать я чувствую домой на 10 дней тут могу сказать что на завтра у нас уже есть приглашение на обед перуанский ресторан да и уже есть на ужин и вообще там посетить тут и там поэтому в общем у нас вот такие палочки кладутся чтобы машина которая протаскивалась голодать мы не будем остановилась в нужном месте голодать мы не будем никак в общем друзья вот сейчас посмотрим почем это все выйдет ну что друзья так оно и вышло на 227 долларов в общем мы отдыхаем пока все пошли пошли по месту жительства